Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами приближаемся к концу книги Тавита, сегодня 13 глава. И в этой 13 главе рассказывается о той молитве, которую написал Тавид после того, как их покинул архангел Рафаил. В радости Тавид написал молитву в сих словах. Здесь, что интересно, молитва была записана, и, возможно, она дальше читалась. Иногда задумываешься, ну вот как соединить молитвы, это разговор с Богом, и то, что мы читаем записанные молитвы. Вот как это соединяется. Однако, если мы обратимся к Священному Писанию, Ветхого Завета, да и прочим, и Нового Завета, то мы увидим, что верующие и Ветхого, и Нового Завета молились и молились записанными словами. Или, точнее, даже не записанными, а выученными словами. И Бог принимал эту молитву. Давайте вспомним слова учеников Иисуса Христа. Они подходят и говорят, научи нас молиться. И что они хотят сказать? О том, что дай нам такую молитву, с помощью которой мы могли бы обращаться к Богу. И Господь не говорит им, нет, нет, молитесь своими словами. Нет, 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 вот что вам на сердце придет, то и говорите Бога. Нет, такого нет. Он понимает их вопрос и дает молитву Отче наш. И понятно, что апостолы еще до воскресения Христа, и тем более после его воскресения, выучили эту молитву и ее произносили. Возможно, не один раз за день. Почему? Потому что эту молитву им дал их учитель. То есть вот учение о том, что можно и даже нужно молиться записанными словами, оно библейское. И понятно, что иногда нас христиан, православных христиан обвиняют. Вот у вас все там, все по книгам. Вы только книги читаете, молитва слова читаете. Но если мы обратимся к Библии, то мы увидим, что это было и в Библии. Христианин – это тот, кто доверяет словам Священного Писания. Если в Священном Писании есть записанные молитвы, и верующие молились этими записанными молитвами, и Бог слышал их молитвы, то почему мы не должны этого делать? Ясное библейское учение. Хорошо. Ну, давайте читать. «Благословен Бог, вечно живущий, и благословен на царство его». Тавид благословляет Бога. Что это значит? Благословить Бога. Значит, это прославить его, восхвалить его. Значит, вечно живущий. Вот что хотел сказать Тавид. Тавид живет в окружении язычников. Боги, которым поклоняются язычники, они не вечные. У них есть начало. Можно даже говорить, что есть боги, которые умерли. А наш бог, вечно живущий, вечно живущий, то есть у него нет ни начала, ни конца. Благословенно царство его. Что такое царство Божие или царство небесное в Библии? Это власть Бога либо на небе, либо на земле, либо там и там. Ибо он наказывает и милует. Низводит до ада и возводит. И нет никого, кто бы избежал руки его. Значит, все происходит по воле Божьей. Никто не может противостоять воле Божьей. Фраза «низводит до ада», «низводит до шова» – это не то, что человек отправится в ад и потом воскреснет. Нет, он приблизится к смерти. Вот-вот он сошел до смерти. И бог его избавит от смерти. Сыны Израилевы, прославляйте его пред язычниками, ибо он рассеял вас между ними. Бог позволил так, чтобы язычники увели детей Израиля в эти языческие страны. И вот перед ними надо говорить об истинном Боге. Я уже рассказывал о том, что Священное Писание Ветхого Завета не призывает евреям обращать другие народы в иудаизм, в истинную веру. Но говорить о Боге, отчасти даже, можно сказать, миссионерствовать можно и нужно. И почему? Потому что язычники отбросят свое язычество и, возможно, придут к вере в истинного Бога. Да, Ветхий Завет не ставит такой цели, но он это не запрещает. Иногда так обвиняют Ветхий Завет и Ветхозаветный Израиль в том, что они так замкнуты сами себе были. Нет, они не были замкнуты сами в себе. Были границы, которые лежали между Израилем и язычником, но это были такие границы, через которых можно было пройти и войти в число народа Божьего. Есть книга Руфь, которая рассказывает о том, как язычница Моавитянка стала еврейкой, иудейкой и, более того, проматерью царя Давида и проматерью самого Мессии. «Там возвещайте величие, превозносите его перед всеми живущими, ибо Он Господь наш и Бог, Отец наш во все веки». Значит, вот здесь обратите внимание, что Бог называется Отцом. Давайте здесь немножко остановимся и разберемся, почему Бог в Священном Писании называется Отец. И здесь важно понять следующее. Здесь не идет речь о Боге Отце в Троице. Здесь говорится просто о Боге, потому что люди Ветхого Завета не знали тайну Троицы. Они, когда думали о Боге, ну обычный человек, понятно, что пророк, возможно, возможно, лучше скажем так, возможно, знал, что Бог Троичен. Но обычный человек, верующий, благочестивый человек, который не имел, однако, откровения от Бога, он понимал, что Бог один. И вот этот один Бог называется Отцом. Теперь вопрос, почему Отец? Здесь есть несколько объяснений. Во-первых, Отец говорит о том, что вот есть семья, есть глава этого рода, этой семьи. И вот этот глава рода называется Отец. Даже если он не является реальным родоначальником этой семьи. То есть вот в семью могли входить не только люди, которые связаны кровным родством, но и люди, которые не связаны таким родством. То есть, первое, есть Отец как глава рода, есть тот, кто является родоначальником этого рода. Ну и, наконец, третье значение Отца – это отцовская любовь. С нашей точки зрения, вот какая самая большая родительская любовь? Это материнская. Но в Ветхом Завете считалось, что самая большая любовь – это не материнская любовь, это отцовская любовь. Вот ей мать, она любит как бы автоматически. Вот она родила, и она сразу полюбила. А вот отец может любить, а может не любить. Но если он полюбил, это самая большая любовь. Ну, такие были представления. И вот все это есть в том наименовании, которое используется в Ветхом Завете, когда говорится «Отец». Бог есть глава Израиля, он царь Израиля. Он родоначальник Израиля. То есть, Бог собрал евреев, сделал их избранным народом. То есть, как бы родил, сделал их народом Божьим. И он любит Израиль, поэтому он отец. Хорошо, накажет нас за неправды наши и опять помилует и соберет нас из тех народов, где бы вы не были рассеяны между ними. Наказание, самое большое наказание, которое говорится в Ветхом Завете о народе – это изгнание из своей земли. За что? За грехи. За грехи был изнан Израиль. Но в изгнании он покается, и Бог соберет и вернет в ту землю, из какой они вышли. Если вы будете обращаться к нему, всем сердцем вашим, всей душой вашей, чтобы поступать перед ним поистине, тогда он обратится к вам и не скроет от вас лица своего. Увидите, что он сделает с вами. Прославляйте всеми глаголами уст ваших и благословляйте гостовой правды и произнестите царя веков. Давайте здесь разберемся. Здесь говорится, конечно, про покаяние. Но что скроет от вас лица своего? Здесь, конечно, используется антропоморфизм, когда Богу приписываются части человеческого тела, лицо. Что значит скроет? Возможно, были такие ситуации, когда вы кого-то очень сильно обидели, и этот человек говорит, я тебя видеть не хочу. И когда вы к нему подходите, он от вас отворачивается. Вот здесь вот именно этот образ. Бог разгневался на Израиле и отвернулся от него. Но если они покаются, он повернется и обратится, и будет на них смотреть, и, соответственно, принимать их молитвы и слышать их. Его надо прославлять, его превозносить. И говорится он, что царь веков. Каких веков? Есть такое понятие, как эон. Это греческий термин, который переводится как век, но его можно понять как эпоха. Значит, священное писание не особо много говорит об этих эпохах. Хотя, конечно, естественно, есть. Есть эпохи, которые были. Например, когда был сотворен человек, но он еще не палат. Это одна эпоха. Когда человек пал, это другая эпоха. Потом пришел мессия, умер, воскрес. Это третья эпоха. И когда будет второе пришествие, там наступит следующая эпоха. Вот эти эпохи, эоны. И вот Бог, он царствует над этими эонами. Но чтобы царствовать, нужно быть всегда. То есть во все эти эоны, во все эти эпохи. И здесь говорится о том, что Бог вечен, о чем было сказано раньше в первом стихе. И он управляет временем. То есть время ему подчинено. Языческие боги, они, во-первых, имели начало, могли иметь даже и конец. И они временем не управляли. Время двигалось само по себе. И они были во времени. Здесь же говорится о том, что он царь веков. То есть он и вне времени, и он еще и управляет этим временем. Читаем дальше. В землеплена моего я прославлял его. И проповедуя силу величия народу грешников. Значит, кто эти народ грешников? Ну, может быть, это язычники. А может быть, это и евреи. Обратитесь, грешники, и делайте правду пред ним. Кто знает, может быть, он возблаговолит о вас и окажет вам милость. Ну, снова сложно сказать, грешники – это язычники или это евреи. Превозношу я Бога моего и душа моя, небесного царя, и радуюсь о величии его. Ну, почему Бог называется царем небесным? В данном случае небо – это то, что противоположно земле. Бог, он небесный, потому что он не похожий на весь этот мир. Языческие боги, они похожи на этот мир. Бог не похож, он и ноль. Дальше автор обращается уже не к Богу, а к Иерусалиму и начинает пророчествовать о том, что будет в будущем. Пусть все возвещает о нем и прославляет его в Иерусалиме. Значит, хотя сам Тавид был из Северного царства, однако он понимал, что Богу можно поклоняться только на юге, в Иерусалиме. И здесь обращение к Иерусалиму. Иерусалим – город святой, он накажет тебя за дела снов твоих и опять помилует снов праведных. Почему Иерусалим – город святой? Ну, понятно, что ни камни, ни дороги, ни здания являются какими-то особо благодатными. Бог избрал Иерусалим местом, где будет его храм. И поэтому этим самым он выделил его из других городов. Слово «святость» в Ветхом Завете, да и в Новом Завете означает выделение, отделение, избрание. Иерусалим персонифицируется. Он, Бог, накажет, но и накажет тебя за грехи сынов твоих. То есть Иерусалим будет разрушен, а речь идет, видимо, еще, как представляет автор, еще до Вавилонского плена, до разрушения Иерусалима здесь. Вот он накажет тебя за грехи, и он же тебя помилует. Евреи вернутся из Вавилонского плена и заново отстроят Иерусалим. «Славь Господа усердно и благословляй царя веков, чтобы снова сооружена была Скиния его в тебе с радостью, чтобы он возвеселился среди тебя пленных и возлюбил в тебе несчастно во все роды века». Значит, здесь персонифицируется Иерусалим, что он должен прославлять. Конечно, город не прославляет, имеется в виду, прославляют его жители. Вот, сооружена Скиния, это, естественно, храм, и тогда будет радость, и эта радость продлится во веки веков. «Многие народы издалека придут к имени Господа Бога с дарами в руках, дарами Царя Небесного, рода Родова, схвалят тебя и с восклицанием радостными». И вот здесь начинается переход. Вот, если смотреть сюда, то, в начало, да, то скорее речь идет о восстановлении Иерусалима в VI веке до Рождества Христова, строительстве храма и жизни там с радостью. Да, это произошло. Евреи вернулись после того, как царь Кир издал указ о возвращении из плена. Они возвращаются, они строят Иерусалим, они восстанавливают храм при Зоровавеле, начинают там мирно жить. Но вот эта жизнь продлится до 70-го года после Рождества Христова, после того, как храм будет разрушен, Иерусалим будет разрушен, и сейчас нет храма. А здесь говорится о том, что к этому храму придут другие народы. Но вот второй Иерусалимский храм, он не был храмом, который для всех народов. Да, кто-то обращался, становился почитателем истинного Бога, но они становились иудеями. То есть вот они входили в народ, народ Божий. Но не многие народы приносили. То есть не все народы приходили, многие народы не приходили. Поэтому можем предположить, что здесь уже идет пророчество, предсказание не о земном Иерусалиме, а о нечто другом. О чем? Вот в Ветхом Завете Иерусалим и Иерусалимский храм был символом истинной веры. Поэтому, когда речь идет о том, что многие народы придут в Иерусалим, имеется в виду, что придут в истинной вере. Многие народы. И это действительно так. И что важно. Мы говорим о том, что христиане – это единый народ. Народ, который имеет одного главу, Христа и все мои братья и сестры. Но в то же время мы говорим о том, что мы разные. Есть разные народы. И мы сохраняем вот эту разность. И мы можем говорить о русском православии и сербском православии. Оно не похоже. Да, мы верим в одного Бога. Но мы разные. У нас разные языки. У нас разная культура. Разная кухня. Мы разные народы. Но вот мы вместе пришли к истинному Богу. Проклятые все ненавидящие тебя, благословенны будут вовек все любящие тебя. Радуйтесь и веселитесь с нами праведных, ибо они соберутся и будут благословлять Господа праведных. Если здесь речь идет о выстинной вере, то есть о церкви, то тот, кто благословляет церковь, тот и будет благословлен Богом. О блаженолюбящие тебя, ну то есть Иерусалим, они возрадуются о мире твоем, блаженны, скорбящиеся в бедствиях твоих, ибо они возрадуются тебе, когда увидят всю славу твои и будут веселиться вечно. Ну, все-таки мы понимаем, что с одной стороны речь идет о земном Иерусалиме, о городе Бога, но главное, что здесь речь идет о истинной вере. Да благословляет душа моя Бога, царя Великого, ибо Иерусалим отстроен будет из Сапфира, из Смарагда, из дорогих камней, стены его башни укрепления, из чистого золота и площади Иерусалимские, выслан будут берилом, анфраксом и камнем из Афира. На всех улицах его будет раздаваться, аллилуйя, будет в словословии, говоря, благословен Бог, который произнес Иерусалим во все веки. Ну, здесь, когда речь идет о восстановлении Иерусалима, то мы понимаем, что вот тот Иерусалим, который был построен после возвращения евреев из плена, ну, он точно был не Сапфира, Смарагда, драгоценных камней, берил, анфракс, камень из Афира. Это был обычный город, ну, и, кстати, не особо-то и красивый. Если мы сравним его там с какими-то Афинами или Римом, то, конечно, все это было достаточно скромно. Красивое здание, естественно, был Иерусалимский храм, ну, а так это домики, домики, домики. Вот, ну, и уж точно тут стены укрепления, площади, там, дороги из золота и серебра. Не было, конечно, такого. Но если мы прочитаем вот это место, а потом мы это место сравним с апокалипсисом, то мы увидим, что есть город, который построен из драгоценных камней и золота. Это небесный Иерусалим. Вот здесь автор, говоря о строительстве города, вроде бы земного города, потому что все-таки речь идет о восстановлении Иерусалима, прибегает к такому методу, который в христианской экзегезе получил название анагогия. Анагогия или возведение, когда используются земные описания для того, чтобы описать, что будет после конца света. Вот если мы читаем апокалипсис, мы знаем, что мы, христиане, после воскресения будем жить в небесном Иерусалиме. Но есть земной Иерусалим, и он является анагогией, то есть таким возведением к небесному Иерусалиму. Земной Иерусалим – это город Бога, но и небесный Иерусалим – это тоже город Бога. Город для людей Библии – это что-то надежное, укрепленное, защищенное, комфортное, и мы будем жить в этом небесном Иерусалиме. И этот небесный Иерусалим из драгоценных камней. Поэтому здесь мы можем сказать, что здесь пророчество не о земном Иерусалиме, а о небесном. Ну, несколько толкований про название драгоценных камней. Смарагд – это изумруд. Ну, понятно, что было. Значит, анфракс – это гранат. Это вид граната. Когда ювелиры классифицируют гранаты, вот они указывают, что это особый вид гранаты. Ну, это гранат в этом случае. Значит, камни из афира. Вот здесь, что это за камни, не очень понятно. Да и более того, даже непонятно, где этот афир находился. Священное Писание говорит, что из афира Соломон вывозил драгоценные камни и золото. Где это место находилось, не очень понятно. Там предлагают разные локализации. Ну, Йемен, Мозамбик, Зензибар, Шри-Ланка, Индия и даже Филиппины. Ну, даже такие идеи есть. Но где это место, до конца неизвестно. Вот есть такое произведение «Копия царя Соломона». Ну, вот это как бы откуда это? Что вот там находился афир. Но откуда неизвестно. Хорошо, мы с вами прочитали 13-ю главу. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами были на портале Экзегет. Спасибо за внимание. До новых встреч. Продолжение следует...